Друзья, всем привет! Вы на канале АМФ ФИЛМС. Накануне, ну конечно, Хэллоуина, из психиатрической больницы, сбегает пятеро психопатов. И куда они пойдут веселиться? Правильно, прямо в тематический парк развлечений. У микрофона Марк, и это пересказ кинофильма «Резня в парке аттракционов». И что, детишки, будет весело? Ха-ха-ха-ха! Поехали. Будущие мамы, хвасты котелами, парни, не бойтесь, обнимите их сзади. Подпишись на канал АМФ ФИЛМС, пусть у тебя все будет за... Директор сверхсекретной психиатрической больницы Стейсвилля Кейн проводит экскурсию репортерши Куин. Он знакомит ее с пациентами. Первый – Джеффри Рамсес, по кличке «Животное каннибал». Он был знаменитым шеф-поваром, которого посадили за то, что он подывал клиентам мясо людей. Второй – Брэдфорд Янг, по кличке «Доктор Красавчик». Он был стоматологом, который считал, что не каждый плохой зуб стоит удалять. Мужчина убивал пациентов из милосердия, чтобы прервать их страдания, ведь зубы важнее. Следующий – Уолтер Хэррис, таксидермист. Он был специалистом по птицам. А именно, кормил экзотических птиц человеческой плотью. Они проходят дальше и встречают Рокко-клоуна. Он здесь за массовое убийство своих соперников на подпольном ринге. Мануэль Дайер, по кличке Пророк, Последний, с кем знакомят девушку. Он считал, что к Богу можно попасть, если сжечь себя заживо вместе со своими грехами. Куин становится нехорошо от услышанного, и Кейн провожает её в офис. Там девушка пытается соблазнить мужчину и, воспользовавшись моментом, убивает его. Затем она поднимает шум, чтобы заманить в кабинет охранника. Расправившись с ним и завладев оружием, красотка идёт в комнату охраны и безжалостно расправляется со всеми, кто встал её на пути. После девушка освобождает заключённых. Оказывается, она – дочь Мануэля. В это время работники ресторана Морган, Джейсон, Кристина, Дэнни и Лори видят выпуск о хэллоуинской вечеринке в парке аттракционов округа Мэйкон, который основан на преступлениях Мануэля Дайера. Вечеринка начинается в 9 часов, и друзья собираются посетить её. Вскоре к ним присоединяются Рэндалл и Маки. Оказалось, что вечеринку устраивает Деннис, который с помощью парка эксплуатировал людей, и прессе об этом было даже известно. А ещё он окружил парк сеткой под напряжением, чтобы в него не смогли пробраться бродяги. Мэйни планирует присвоить парк аттракционов и устроить кровавый фестиваль. Первым делом они избавляются от реальных актёров. Куин воспользовалась тем, что Деннис к ней неравнодушен, и подготовила всё к замыслу отца. После они избавляются от парня, и Мануэль получает полный контроль над парком. Вечеринка начинается. Гости идут к таксидермисту, и Уолтер Харрис у них на глазах вырубает парня. Девушки думают, что так и должно быть. Другие посетители вместе с Робби направляются в пыточную к Куин. Свет гаснет, и девушка убивает Робби по-настоящему. Когда свет включается, спутницы парня думают, что он просто ждёт их снаружи. Вскоре из парка развлечений в полицию поступает звонок с признанием в убийстве друга. Дойл выскакивает с места, однако расстраивается, когда узнаёт, что это всего лишь пранк. Ребята из ресторана идут к клоуну Рокко. Они видят, как человеку, молящему о помощи, сворачивают шею. Сначала им становится не по себе, но потом они воспринимают это как шутку. Ребята идут к таксидермисту и видят мёртвые тела, чьи лица обгладывают птицы. Они подмечают, что всё это выглядит максимально натурально. Тем временем появляется Брэдфорд Янг, доктор-красавчик. Он убивает кого-то, привязанного к стулу. Джейсон снимает всё происходящее на телефон. Тем временем некая дама звонит шерифу, утверждая, что её пытается убить. Дойл поднимает трубку и думает, что это очередная шутка. Кейт возвращается в отель. По наклейкам на стене она понимает, что всему виной преступники из психиатрической лечебницы Стейсвилля. Она и Дойл отправляются туда. Найдя трупы Кейна и охранников, они осознают, что звонки были вовсе не пранками. Психи вырвались на свободу и устроили резню в парке аттракционов. Они направляются именно туда. Молодые люди из ресторана приходят в ужас, когда находят труп Кристины. Джейсон, Лори и Морган вбегают в комнату, чтобы проверить её. В этот момент все осознают, что и остальные убийства были реальными. Ворота заперты. Появляется клоун Рокко, хватает Ренделла и размазывает его по асфальту. Майки поскальзывается, ну как всегда поскальзывается. Его догоняет психубийца и преподносит его голове подарок в виде кувалды. Ребята добегают до вторых ворот, пытаясь пролезть под ними, но Рокко их догоняет. Он хватает Джейсона и вдавливает его в сетку. Выбраться удается лишь Моргану. Лори бежит обратно в лабиринт. Полицейский встречает Моргана. Тот рассказывает им о случившемся и получает пистолет. Дэнни присоединяется к ним. Лори прячется и видит, как доктор-красавчик пытает посетителя. Девушка вырубает его, спасая пленника. Боб и Дэйв разговаривают на сцене. Мэнни-пророк забирается к ним и сворачивает Бобу шею. Дэйв и зрители считают это очередной шуткой. Тогда Мануэль убивает Дэйва, запихнув ему в горло микрофон. Зрители все еще не видят ничего странного в происходящем. Действительно. Кейт, Дойл, Дэнни и Морган пробираются внутрь. Мэнни объявляет о финальном акте представления. Он рассказывает, что все убийства были реальными. Но зрители лишь смеются. Маньяки срываются со сцены и устраивают настоящую резню. Кейт идет за Мануэлем и приказывает остальным спасти как можно больше людей. Их настигает Рокко. Дойл стреляет несколько раз, но промахивается и получает удар кувалдой. Дэнни наносит удар ножом Рокко в спину и убегает, поднимая, что он слишком силен. Найдя Уолтера Харриса, Дойл сразу же в него стреляет. Они разделяются, чтобы перебить остальных психов. Кейт подкрадывается к Мануэлю, пока тот болтает на сцене и стреляет ему в ногу. В ответ на это Куэн бросает в нее нож. Девушка уворачивается и в этот момент Мануэль сбегает. Она бежит за ним. Куэн идет следом. Лори последует Куэн в то время, как Дойл остается наедине с Рокко. Кейт догоняет Мануэля и стреляет ему в этот раз в голову. Куэн атакует со спины. Завязывается драка с подоспевшей Лори. Кейт с Куэн протыкают друг друга. Морган и Дэнни схлестнулись с животным-каннибалом и прикончили его. Выживший покидает парк без Кейт. Появляется Рокко и атакует Моргана. Клоун получает несколько пуль, а добивает его Дойл. Полиция расфасовала трупы по мешкам, а выживших уложила в скорую помощь. Непредвиденным пассажиром оказывается Куэн в униформе Кейт. Лори, сидящая в скорой, осознает это и пытается предупредить остальных. Но девушка убивает всех находившихся в машине и спокойно убегает. Конец фильма. И почему я не удивлен, что именно эта девушка выжила, если так назвать можно? А вообще очень странные люди, они видели, что всех режут, кромсают. И такие, ха-ха, это шоу, это шоу, ха-ха-ха-ха. Да я бы при первом увиденном трупе уже бы дал дёру оттуда. Я бы палец порезал, уже убежал. Ладно, друзья, огромное спасибо за просмотр. Как всегда, подписываемся на канал, ставим лайк.